Леонида Владимировича Стоецкого не стало почти год назад, но след, который он оставил в памяти Брещана Громин, человек с большой буквы, умеющий сострадать, помогать. Он не мог пройти мимо чужого горя, при этом никогда не афишировал своего участия. Он организовал выставки, помогал в восстановлении храмов, оказывал поддержку одаренным и талантливым детям. Меценат, почетный консул Франции в Бресте, кавалер Национального ордена Франции за заслуги. И это все о нем, о Леониде Владимировиче Стоецком. Очень много он сделал для города в этом плане. Да, он был бизнесмен, был меценат, он привозил в город много исторических артефактов, которые есть в нашем музее города. Он делал это искренне, он делал это не афишируя своих, наверное, возможностей, потому что он любил наш город. Его одно из хобби – это был футбол. И поэтому сегодня здесь, в память о нем, мы проводим этот первый турнир. Я надеюсь, он будет традиционный, где собрались люди, которые знают его еще и как футболист. Это был очень многогранный человек. Такие люди, как Леонид Владимирович Стоецкий, они делают историю нашего города. Это действительно история, это наше прошлое, это наше настоящее. На открытии футбольного турнира о памяти Леонида Стоецкого все участники и гости говорили о нем в настоящем времени. Говорили как о человеке, который любил жизнь, а еще как о человеке, который был заядлым футболистом. И где бы ни был, чем бы ни занимался, о футболе не забывал никогда, играл на любительском уровне, став 2004-м игроком ветеранской футбольной команды «Зубр». Это человек, который сам занимался футболом, играл в футбол, играл на хорошем высоком уровне. Он стремился всегда забить гол, я знаю. Если он его забивал, он радовался, что даже в таком возрасте, даже за 60 лет, что он играл с ребятами и забил там один, два или три гола. Я считаю, что с таких людей надо брать пример. Такого человека надо помнить, потому что на его примере должны понимать и наши дети, что футбол, он дает многое. Он не только дает игры в футбол, он готовит человека, и он должен готовить патриота нашей Родины. В футбольном турнире принимало участие шесть команд – «Брестский Зубр», «Адамс» и «Динамо Брест», «Гродненский клуб», «Ветеран Юнайтед» и «Минские каджи» и футболисты Ассоциации Белорусской Федерации Футбола. Все участники – ветераны. По условиям соревнований моложе 45 лет в составе команд быть не должно, за некоторым исключением. Но на поле о возрасте они не думают. Играют так, что молодые позавидуют. В нашем обществе не хватает людей, влюбленных в свое дело. Людей, которые могли бы отдаваться ему полностью. Любили его, заражали окружающих и все это отдавали в массы. Вот таким был, кстати, Леонид Владимирович у нас были. Мы и спорили с ним по некоторым моментам, да, при общении, при наблюдении матчей. Но это хорошо, когда человек имеет свою позицию и пытается донести до народа до масс. О своем для многих друге, о коллеге, о члене команды вспоминают весьма позитивно, но, конечно, с грустью играют. В память о нем для него на взрыве и на полной отдаче. Потому что именно с такими чувствами выходил на поле Леонид Стоецкий. Леонид Владимирович по футбольным меркам был такой эстет. Он очень любил красоту именно футбольную. Даже не просто, главное, конечно, в футболе голы, как бы считается. Но еще красивые передачи, красивые обводки и так далее. И вот, скажем, мы очень долго друг друга так иногда, ну, не пикировались, а так подначивали друг друга. Когда-то был такой эпизод, он вырезал красивую еще диагональную передачу метров на 40. А я умудрился с лету попасть по мячу и в ворота. И я все время говорил, Владимир Владимирович, спасибо за такую шикарную передачу. Спасибо, что ты такую шикарную передачу не испортил. Поэтому такие вещи, они не забываются. Но так, конечно, как и любой человек. Мы же, выходя на поле, мы становимся мальчишками. Поэтому на футбольном поле было всякое. И ругались, и даже неправильными словами обзывали друг друга. Но что у нас ценно в нашем общении, как только игра заканчивается, обнимаемся, пожимаем друг другу руку, просим прощения друг у друга за нечаянно вырвавшиеся слова какие-то, может быть, не совсем правильные и печатные. И все, и дальше жизнь продолжается. Начали приглашать нас в Брест, и мы начали участвовать здесь в турнирах, которые стали постоянными, по-моему, с 2001 года, как мы вчера пытались вспомнить. Постоянно, и на футбольных полях, конечно, мы пересекались с ушедшим человеком. Всегда было тяжело с ними играть, потому что тогда мы были моложе, конечно же. Тогда у всех было и желание, и, скажем так, и спортивной злости побольше было. Поэтому где-то там такие были сражения достаточно серьезные, скажем. Но всегда побеждал сильнейший, как и везде. Турнир получился захватывающим. Каждая команда, каждый игрок выкладывался на все сто, но, как в любом спортивном состязании, побеждает сильнейший. Главный кубок первенства завоевала брестская команда «Адамс». У броненцев из ветерана «Юнайтед» серебро, бронза у «Динамо Брест». Планируется, что футбольный турнир в памяти Леонида Стоецкого станет еще одной традицией нашего города.